В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день февраля с погоды. А днем минус 2 плюс 3 и местами 2,7 ниже нуля. И на дорогах гололедится. В Черкесии облачно и снег, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 4 градусов мороза, а днем минус 1 плюс 1. И на дорогах гололедится. Он будет жить, забвение не зная. В Черкесске на базе Карачаева Черкесского института повышения квалификации работников образования прошел республиканский семинар учителей родного языка, посвященный столетию известного ученого-лингвиста-тюрколога Ханафия Идрисовича Суюнчева. В научном мероприятии приняли участие ученые-языковеды, педагоги школ региона. О деятельности известного ученого и о работе семинара подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Он внес огромный неоценимый вклад в сохранение языкового богатства карачаевского народа. Долгие годы своей жизни Ханафий Идрисович Суюнчев посвятил сохранению и развитию родного языка. Ханафий Суюнчев является автором и руководителем авторских коллективов пяти словарей карачаево-балкарского языка, которыми пользуется и поныне. Открывая научное мероприятие, проректор по учебно-методической работе Республиканского института повышения квалификации работников образования Татьяна Чанкаева подчеркнула, что сегодня важно сохранить это богатое научное наследие. Это мероприятие проходит в рамках мероприятий, проводимых в Карачаево-Черкесской республике в десятилетие науки и технологии. Для участия в работе семинара приглашены научные сотрудники Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института, учителя наши уважаемые, есть и руководители образовательных организаций, творческая интеллигенция. Ханафи Идрисович прошагал фронтовыми дорогами с ноября 1942 года до победного конца. Был отмечен орденом Отечественной войны и многими медалями, в том числе за победу над Германией. Много лет Ханафи Сюничев руководил секцией Карачаево-Балкарского языка Учебно-методического совета Министерства образования и науки Карачаева-Черкесии. Он является одним из авторов школьных учебников по родному языку. Участники семинара отмечали, что Ханафи Идрисович был одним из тех, кто занимался сбором Карачаево-Балкарского фольклора. Параллельно с обширной, востребованной лексикографической, лексикологической работой Сюничев Ханафи Идрисович активно включался в решение вопросов унификации Карачаевского и Балкарского алфавитов, а также совершенствование единой Карачаево-Балкарской орфографии, автор многих учебников и словарей для национальных школ. Наши уроки не обходятся без трудов Ханафи Исюничева. Чего стоят его словари, которым пользуются учителя и школьники, уверяют учителя родных языков школ республики. Я всегда поражаюсь, 57-й год, когда народ строил дома себе, да. Днём работали в колхозе, в совхозах, вечером по ночам друг другу помогали, дома строили. Ну, не только дома, всё буквально, школы, больницы и всё остальное. Народ был этим занят. И в то же время не забывали, что вот язык, для того, чтобы... Вот они оттуда вернулись, а тут надо же сохранить народ, а сохранить народ без языка нет народа. Так же? И вот он человек, который, ну, я не знаю, всю свою жизнь посвятил сохранению языка. Также учителя родного языка и литературы поделились опытом работы с научными трудами карачаевского учёного-лингвиста Ханафи Исюничева. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Новый информационный день продолжает своё вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы абазинской редакции в 14.30. «Вести», Карачаево, Черкесия, Саллы Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.